Ну что ж, а мы переходим к нашей вашей любимой рубрике «Гость в студии». И сегодня у нас в гостях Наталья Алексеевна Попова, руководитель одновременно трех коллективов Дворца культуры «Энергетик». Народный вокальный ансамбль «Акварель», народный хор «Красная гвоздика» и ансамбль бардовской песни «Осень». Да, из всех перечисленных самый долгожитель – это «Красная гвоздика». Создан он еще, знаешь, в каком году? В 1959-м, ты представляешь? Некоторые участники в коллективе более четверти века. Коллективы исполняют песню под фонограмму и живой аккомпанемент. О каждом можно говорить часами. Потому что каждый ансамбль – это настоящий самородок и гордость Анкарского округа. Вот ты говоришь, а у меня мурашки по коже. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Видим, что пришла не одна. Представьте свою коллега, подруга. Кто? Ну, она и коллега, и подруга Елена Верхолетова. Она является солисткой народного вокального ансамбля «Акварель». И есть такая мечта у меня – сделать Елене на следующий год концерт. Вот, потому что она очень грамотный музыкант, очень много работает над собой. Репертуар у нее очень большой, около 30 вещей. Начиная с «Авы Марии Баха» и заканчивая «Я танцевать хочу» до самого утра. Ну, в общем, есть такая мысль – сделать и «Акварель», и Елену вместе в одном удивительном концерте. Отлично. Мы вас обязательно пригласим. А мы обязательно пойдем. Мы будем ждать приглашения, да. Елена, вам тоже доброе утро. Доброе утро. Я вообще немножко в шоке, потому что сегодня у меня такая премьера на телевидении. Спасибо большое, что Наталья Алексеевна меня тоже пригласила с собой. И я очень рада. Это действительно мечта не только Натальи Алексеевны, а это моя мечта давняя – спеть именно как сольный исполнитель. Потому что я очень долгое время была дирижером детского хора. Я стояла спиной к зрительному залу. Я видела детей только. Ну, это, наверное, последних лет пять у меня вот такая вот идея появилась в голове. А почему бы мне не попробовать все-таки сольно? И когда я показала свои пробные, так сказать, работы и записи домашнего производства Натальи Алексеевны, она говорит, а почему мы молчим? А почему дома? А почему дома, да. И она вот уже на концертах. В прошлом году на отчетном концерте два номера у меня было сольных. Ну и, конечно, все лето была подготовка, выбор программы. Вот. И был такой интересный момент. У меня квартира на втором этаже находится, а на первом этаже магазинчик находится. Ну и я в какое-то это лето открытый балкон. Я включила фонограмму. Значит, в полный голос. Я не помню, что я пела. То ли Аве Марию, то ли Арию Тоски. Оперный красивый, сильный голос. И по улице, видимо, шла женщина, заходит в этот магазин и подходит к продавцу и говорит, вы меня, конечно, извините, у вас что, на втором этаже у первой певицы живет? Ну а Жанна, продавец, она знает, что я человек поющее. Да. Думаю, ну все, нужно тогда оправдывать то, что уже народ сказал. Ну вот, хочу попробовать. Наталья Алексеевна, расскажите, пожалуйста, вот вы столько лет являетесь руководителем коллективов. Ну не так и много. Как вам удается? Откуда силы? Откуда силы? Да еще руководителем трех коллективов, ты представляешь? Ну, во-первых, слава Богу за то, что есть здоровье и есть замечательные, талантливые люди. У меня очень разные люди. Иногда бывает с ними не очень легко, но я их всех воспринимаю как своих детей. Поэтому детям очень многое прощается, они стараются, и я не так долго с ними занимаюсь. До этого ими руководила Валентина Дмитриевна Гаева, заслуженная работник культуры. Вот она мне передала это сокровище из рук в руки. Вот, но я даже не знаю, откуда. Ну вот есть силы, я говорю, слава Богу, что они есть, что я могу дирижировать, я могу играть. И как бы, ну все, вот понимаете, все зависит от людей, которые тебя окружают. Севастопольский вальс, золотые реки. Мы светили в пути не раз, ваших глаз оконки. Севастопольский вальс, помнят все во реки. Разве можно забыть мне вас, золотые реки. Ну и, наверное, помогает очень сильно любовь к своему делу. Да, естественно. Какой возраст в вашем коллективе у тех, кто поет? Тех, кто поет, ну если взять вот их три дети вместе, то получается от 60 до 85. У меня есть такой Созинов Геннадий Андреевич. Ему было в этом году 1 апреля 85 лет. И он ходит, все. И я бы, конечно, хотела, пользуясь, если это можно, приглашать всех дорогих ангарчан на наши концерты. Наталья Алексеевна, расскажите, пожалуйста, у вас люди в основном пожилого возраста. К ним же порой достаточно сложно найти подход. Как вам удается со всеми ладить и находить эти ключи? А вот знаете, что стар, что мал. Как с детьми, я же говорю. С ними как с детьми. Но они бывают, конечно, как дети бывают. Они капризные. Это я буду, это я пойду, это я не буду. Ну, всякое бывает. Тонкая психология. Да. Ну, я не считаю себя тонким психологом. Просто, когда ты искренне относишься к людям, и они же это видят, ты и работаешь со всей душой, от всего сердца, да. Они многое тебе прощают, и ты многому у них учишься. Может быть, мудрости, терпению, умению как-то сглаживать ситуации. Ну, всё по-разному бывает, как в любой семье. Вам приходят заниматься вокалом те, кто уже умеют, или это можно прийти любому человеку, который вдруг в какой-то момент своей жизни подумал, что ему чего-то не хватает, или он одинок, и ему хочется дальше больше, потому что, ну, несмотря на то, что люди взрослые, пожилые, жизнь продолжается, и она должна быть всегда прекрасна. Я, когда принимаю людей, я их даже не прослушиваю. Я говорю, проходите в хор, вот берите слова, и если вам понравятся наши репертуары, вы захотите петь, вы запоёте, пусть не сразу. Вот у меня мужчины приходили, у меня их 10 человек в хоре. И вот я вспоминаю, когда они приходили, они не все умели петь. Говорят, ой, у меня не получится. Я говорю, ну вы попробуйте. И они сейчас все поют, и помимо вот хора, у меня получается не три, а четыре коллектива, потому что мужская группа хора поёт ещё отдельную программу. Это тоже интересно. Интересно. Вот про программы. Успехи коллективов – это изнурительный труд или настоящее везение? Как бы вы охарактеризовали? Какой интересный вопрос. Но это труд, безусловно. Это большой труд. Это большая, знаете, как сказал Пастернак, цель творчества – самоотдача, а не шумиха и успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Это, понимаете, какой труд? Это не просто физические силы, это аморальные, это всё. Ты собираешься весь, и, как говорят музыканты, до последней капли крови всё им отдаёшь, и уходишь в выжатый лимон. Но это творчество. Ты знаешь, ради чего ты это делаешь. Ты знаешь, что всё это надо отдать, отдать людям, отдать любимому зрителю. Да, творчество – это, наверное, чаще всего про само пожертвование, каким бы оно не было. Какие планы? Что будет в этом году сейчас настал? У нас сентябрь, да? Да, сентябрь. Учебный год настал. Певчий год настал. Какие планы, что будет? У нас очень… Ну как, вот сейчас у нас уже наметились концерты. Это будут дни Байкала 23 сентября, 30 сентября – дни Иркутской области. Ещё мне хотелось сказать о сотрудничестве акварелей и гимназии номер один города Ангарска. И вот нынче мне позвонила Ольга Гизатулина, которая ведёт поэтику, и попросила, чтобы акварель и её дети выступили на поэтической гостиной, посвящённой Дню Учителя. Я очень рада этому. У нас… Ну вот пока такие вот планы. Такие планы. Хорошие планы. Ну и, конечно, самое главное – 65 лет на следующий год. Обязательно вас всех приглашу. Думаю, что это будет интереснейший концерт. Я даже могу сейчас сказать, он будет 6 апреля. Он уже заплатил. 2024 года. Да, 2024 года. Мы будем делать и новые вещи, и то, что у нас уже есть в репертуаре. Ну, постараемся всех обогреть нашей музыкой. Ну, хотелось бы, наверное, чтобы Елена бы нам чуть-чуть спели. Да, как мы можем отпустить и… Потому что вот соседям вашим, значит, везёт. Мы хотим, чтобы нам сегодня с Пашей повезло услышать ваш голос. То есть вы хотите прямо вот так же, звуком, как получится. Давайте, как получится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok